К стихийным бедствиям, которыми природа щедро одарила Нью-Йорк в последнее время, добавился еще внезапно выпавший снег. Это затрудняет вести восстановительные работы городским службам и усугубляет и так неблагоприятную обстановку. Сотни тысяч людей по-прежнему без электричества и тепла. Люди, которые уже изголодались по нормальным условиям, они говорят, любые деньги, дайте тепло и дайте свет. Мы платим любые деньги, и никто уже не спрашивает сколько, и никто не спрашивает, кто когда отдаст. Люди уже доведены до отчаяния. В Нью-Йорке сильно ощущается нехватка бензина. Работают только 25% от общего числа АЗС. У нас вторую неделю нет электричества, и мы не получаем бензин. В результате мы ничем не можем помочь. Пострадавшим от урагана Сэнди предоставлена прямая финансовая помощь на сумму 137 миллионов долларов. Все получатели фудстэмпов, талонов на питание в следующем месяце получат денег на 50% больше от их общей ежемесячной суммы. Общественные и внебюджетные организации в пострадавших районах предоставляют гуманитарную помощь. После урагана мы чувствуем свою ответственность и обязанность помогать людям, проживающим в нашем районе. По распоряжению городской администрации армия Соединенных Штатов доставляет воду, продукты питания и вещи первой необходимости. Пострадавшим помогают не только власти, но и жители города, которые откликнулись на общую беду. Они приносят теплую одежду, обувь, детские игрушки. Мы все вместе объединились ради того, чтобы ни один пожилой человек, ни один больной человек не остался без надежды и без уверенности в том, что им обязательно помогут и помощь здесь есть. После урагана ситуация на Русской улице особенно плачевна. Пострадали сотни бизнесов, рестораны, магазины, медицинские офисы, а некоторые из них вынуждены были закрыться. Кэтс-кафе полностью разрушен. Он восстановлению не подлежит, только если строить новый ресторан. Ураган Сэнди сильно подорвал и так еще не восстановленную после кризиса экономику Нью-Йорка. Кто поможет пострадавшим бизнесам и возместит ли им кто-то ущерб? Сегодня все, что для бизнесов существует, это лон. И, конечно, ни одному человеку, который потерял и который вкладывает деньги, слово лон не нравится. То есть бизнесы сегодня могут получить лон от города до 25 тысяч и лон от ФИМы, от государственной организации до 2 миллионов. Несмотря на все трудности, жители мегаполиса и городские службы стремятся быстрее ликвидировать последствия урагана. На восстановление привычной жизни в Нью-Йорке уйдет еще немало времени. Но очень хочется верить, что, как в хорошем американском фильме, обязательно наступит хэппи-энд. Юлия Райдлер, Александр Арбетт, НТВ Америка, Нью-Йорк.